Внешне здание все еще выглядит как прежде. Треснувшие стены, облупившаяся штукатурка. Правда, герб, который вот-вот мог упасть на прохожих, и посетители больницы сняли. Символ Советского Союза отдали на реставрацию. А вот фундамент под герб уже подготовили. Самим фасадом здания поликлиники 1959 года постройки займутся ближе к лету. Главное в реставрации – сохранить исторический облик здания. Фасад будет сохранен, стилистика, цветовые решения также будут сохранены. Все, что касается лепнины, она будет восстановлена, заказаны специальные формы. То есть здание приобретет свой первоначальный вид. Если снаружи пока без явных изменений, то внутри дело не стоит. Специалисты уверяют – уже выполнены все демонтажные работы, отремонтирована кровля. Сейчас строители монтируют окна и внутренние перегородки, а имеющиеся конструкции усиливают. В здании частично заменили отопление. Вплотную коммуникациями займутся ближе к весне. Открыть обновленную поликлинику, куда на прием приходят порядка 6 тысяч детей, планируют 1 сентября этого года. Сейчас до нас уже доведены средства на закупку мебели и оборудование в поликлинику. И то есть само лечебное учреждение уже будет разыгрывать контракты, аукционы. И будем потихоньку закупаться, складывать, чтобы к сентябрю у нас все было в лучшем месте. Состав врачей после открытия останется прежним. В поликлинику вернутся педиатры и врач-невролог. Отремонтированное медучреждение заживет по принципу бережливой поликлиники. С открытой регистратурой, холлом для ожидания и красочным оформлением. Мы очень с нетерпением ждем возвращения нашей любимой поликлиники. И ждем, конечно, инновации. Если нам как показали по картинкам, как это должно быть все прекрасно, мы будем только счастливы. Потому что наш район хоть и старый, но в данный момент у нас одни новостройки. То есть семьи молодых очень много. А если мы молодые семьи, конечно, мы заводим детей. Родители юных пациентов пристально следят за ходом ремонтных работ. В первую очередь мы создали общественный совет. Из родителей? Из родителей, конечно. Дети, которых обслуживаются здесь и находятся на постоянном контроле. У нас мы организовали аккаунт в соцсетях. И у нас и в Вайбере, и в Ватсапе есть группа поликлиника. И уже конкретно каждую неделю по 2-3 человека мы выходим сюда и контролируем. Помимо родителей, судьбой поликлиники обеспокоен губернатор. Морозов поручил достойно благоустроить прилегающую территорию, включая площадь. Также дал указание привести в порядок улицу Автозаводская. Мы должны понимать, в какие сроки мы такую большую глобальную работу проведем. Потому что и асфальтирование, и озеленение, и капитальные ремонты, и освещение, и пешеходная хорошая доступность, и оформление, так сказать, торцевых каких-то мест. Ну а пока юных пациентов продолжают наблюдать поликлиники номер 7 на Пушкарёво, 54. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улл Правды ТВ.